Семейная программа для всех и каждого современного уклада и опынуться на больше свободной, энергичной хвалю будню. Творчая скарбонка Нади Бука полнится сюжетами, где есть место каханию, фантасты, циказкам и навод элементам сусветного мастатства. Наша гость акцентует увагу на взаимоотносенных и внутренней свободе человека, не дает героям сгубить романтичности, опантанности. Мастатство знавцы творчость Нади Буки называют мифологичной. И она уважливо оставится до подбора персонажа, и я натхняю, что реальные люди и подеи, то абсолютно выдуманные. Про натхнение, про творчество и про семейное житё будем распытывать нашу гостью, письменницу, мастачку, журналистку Надю Буком. Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть у нас в семейной программе. И, конечно же, обо всём, то, что я перечислила, будем сегодня говорить с вами. И мне очень приятно, что таким поводом очень хорошим послужила ваша книга «Бася и Пиглас». Но это не единственное, чем вы занимаетесь. Вот я даже перечисляю, журналистка, писательница, художница, преподаватель, мама двоих прекрасных сыновей. Я могу многоточие поставить. Да, я ещё из лука стреляю. Вот «Убейте меня» сразу называется. Расскажите, как вот всё уживается в вас? Ну, я даже сама не знаю. Это изначально так было? Это изначально так было с детства. В детстве мне всегда хотелось много всего и сразу. И вот, наверное, вот как и заложено в семье, да, от родителей, наверное, это идёт. Потому что мои тоже и родители были такие увлекающиеся натурой, что и отец, что и мать. Папа художник. Он очень часто рисовал. Рисовал не только в своей мастерской, куда он меня, кстати, с самого детства брал. И где я смотрела, как он создаёт свои картины. Вот отсюда, наверное, вылилась вот эта любовь к изобразительному искусству. Мама у меня, мало того, что она, в принципе, по профессии всю жизнь проработала на отделе кадров, но она прекрасно вяжет и шьёт. У моей мамы три дочери, я самая младшая. Как у Чехова, знаете, три сестры. Да, три сестры. Вот у нас тоже самое три сестры. Надя только самая младшая. И моя мама, она творческий человек в том плане, что вот она, я видела, как она по вечерам вышивает. Она и до сих пор это делает. Вяжет. И всем троим сёстрам она всегда вязала и шила прекрасные наряды. И в школе все удивлялись, потому что я всё-таки ребёнок Советского Союза. Тогда не было таких возможностей. Да, много невозможно было чего достать и купить. Но я в школе всегда выделялась. Папа, как художник, часто ездил в Москву и перевозил самые лучшие мне игрушки, куклы, которых у других не было. То есть меня растили, в принципе, как принцессу, но денег особо не было. Потому что очень много средств ещё у нас уходило в семье на книги. У нас семья очень любит книги. И вместо обоев у нас заставлены были стеллажи. Это были с потолка до пола, буквально вот в зале и в детских комнатах. Это были книги. Папа с каждой поездки привозил не только себе альбом про художников, но и какие-то сказки нам. Отсюда, наверное, моя любовь к чтению. И сама я стала писать сказки для детей, скорее всего, вот из-за этого. То есть всё идёт оттуда. И поэтому... Ну а сейчас, чем старше я становилась, тем больше у меня появлялось вот этих... Не то что даже увлечений, это уже стала профессией. То есть я пишу тексты, рисую иллюстрации к ним, пишу картины, вырезаю бутинанки. Но, конечно же, в первую очередь не забываю о том, что я мама двоих детей. К слову, сыну старшему моему 11 лет, его зовут Женя, а младшему Яну 3 годика. Какая прелесть. Ну, казалось бы, вы вот всё рассказали, но на самом деле мне было удивительно, когда я вот, держа книгу в руках, листала, листала её перед эфиром и говорю, а кто это на рисунке сделал, иллюстрации? И вы так скромно, я. Я. И причём мне сказали, что родились сразу иллюстрации, а потом книга, текст, да? Это очень похоже на историю Стуви Янсен, которая, в принципе, с самого начала считала себя, и я думаю, она до конца жизни себя считала в первую очередь художником, так и я. Потому что Моми Тролли своих она сначала нарисовала, и они были у неё везде на картинах. И только потом она уже написала про них книги, которые стали известны по всему миру. Это, кстати, одни из самых любимых моих историй и истории для моих детей, тоже они их очень любят. Так и я. Мои пигласы стали появляться где-то 7 лет назад сначала на моих картинах вырезанных, ну, которые я вырезаю маленькими ножничками из бумаги, и там везде были вот эти глаза с крыльями. Вот пиглас, да? Пиглас, да. Давайте расскажем, что это? Пиглас, это глаз с крыльями, который дарит человеку вдохновение, он ещё следит за тем, чтобы у влюблённой пары всё было хорошо. Он прилетает в тот момент, когда человеку либо нужно вдохновение, ну, там, допустим, написать что-нибудь, либо нарисовать, либо даже просто посуду помыть. Вдохновение человеку разные моменты, знаете, нужно. Как вы правы просто. Про посуду это просто в точку. Да, но он не к каждому прилетает, как правило, он прилетает к ребёнку, ну, потому что дети больше всё-таки у нас верят в чудеса. Он голубого цвета, а вот оперение может быть либо белое, либо серое, либо чёрное. Они вообще рождаются из яйца, и они разговаривают при помощи пузырей, поэтому мы их не видим и не слышим. А питаются они хорошими чувствами. Ну, допустим, если человек испытывает радость, он будет сыт. Вот состояние влюблённости, он тоже будет такой пухленький. А если вот человек будет испытывать какие-то негативные эмоции, ну, там, ревновать, допустим, или злиться, то он может даже улететь. Ну, то, что он голодный станется, это точно. Ну, и специально ещё для детей я, конечно, придумала, что он питается деревянными прищепками. Это очень важно, потому что для него деревянные прищепки, это, знаете, как для нас мороженое или конфеты. Это такое дополнение, вкусное лакомство. И вот девочка Бася, которая в этой книге писана, то есть полное имя Барбара, мне просто всегда очень нравилось это имя. И, ну, к сожалению, вот уже она утратила вот у нас популярность. И она учится в первом классе, и она такая девочка-фантазёрка, она любит рисовать. И она нарисовала на стене глаз с крыльями, и ночью он ожил и прилетел к ней. Она протёрла глаза и увидела, что глаз на стене исчез, а за окном к ней стучится вот как раз вот это самое милое существо Пиглас, которое, в принципе, умещается на ладошку. Но что самое интересное, потом она со временем поймёт, что Пигласа видит только она, потому что Пигласа может видеть только тот, кому он принадлежит, то есть хозяйка. Бася в данном случае может его только видеть. Ни мама, ни папа, ни одноклассники никто не видит. И Пиглас, вот эту девочку Басю, учит хорошо себя вести, учит совершать добрые поступки, вовремя попросить прощения, кому-то помочь, милосердие учит. Тут есть глава, посвящённая тому, что вот у мамы не было вдохновения, а она тоже, а у неё тоже не было, она хотела нарисовать портрет Пигласа. И тут описывается, что она подумала о том, чтобы, ну пускай уже у меня вдохновения не будет, только бы к маме оно пришло. Мама там печатала какой-то текст, не получалось у неё, да? И в этот момент Пиглас сел на плечо к маме, но мама его не видела, стала пускать пузыри, и мама стала печатать. И Бася была очень благодарна. То есть эта сказка, она такая не совсем и для детей, она учит вот добро. Вы знаете, я поверила в Пигласа. Вот вы сейчас так рассказываете вдохновенно и так ярко описываете вот это существо Пигласа, что мне кажется, что вот где-то рядышком тоже у меня есть Пиглас свой. Но можешь сидеть на плече. Можешь сидеть, да. И знаете, вот иногда же детям хочется побыть в какой-то своей реальности, в своём мире. И вы так чётко это описываете, очень тонко, наверное, прочувствовали у сыновей своих. Они верят в Пигласа? О, конечно. Так не только сыновья верят в Пигласа. Верят в вообще... Все, кто читал, да? Все, кто читал. А это сказка? Это сказка, да. Это сказка. Но в самом начале, когда она должна была издаваться, я хотела написать на обложке сказка, а может и нет. Ну, специально для детей, потому что в наше время очень не хватает вот такого доброго супергероя, которого бы дети верили. То есть очень много сейчас из-за того, что информационного поля вот этого потока в интернете, и, к сожалению, наши дети не умеют фильтровать, что хорошо, что плохо, не до конца. И я бы очень хотела, чтобы вот Пиглас стал этим героем, на которого бы они равнялись, которому бы прислушивались, потому что ведь, когда я прихожу вот на презентацию, их у меня было уже очень много, я говорю, дети, Пиглас ведь прилетит только к хорошим, вы же понимаете, здесь вы будете себя хорошо вести. Но это тоже самоконтроль какой-то, да. Да, если вы будете испытывать хорошие эмоции, добра, сострадания, то тогда Пиглас, возможно, к вам и прилетит. Недостаточно на подоконник насыпать деревянных прищепок, надо ещё и быть добрым человеком. Вот я бы хотела, чтобы он стал таким для них супергероем, как, к сожалению, становится не всегда, не всегда позитивные есть примеры. И что касается сыновей, конечно, они верят в Пигласа. Более того, старший сын первый услышал сказку. Когда я её написала, ещё не было иллюстрации, он был такой, как первый цензор, можно сказать. И я ему читала её вслух, и я видела по его реакции, если у него глаза были широко открыты, и я видела, что вот это ему ещё не нравится, то я понимала, что значит, я делаю всё так. В принципе, исправлений было мало отсюда. А иллюстрация уже не консультировалась, потому что, опять же, повторюсь, что я считаю, что в первую очередь я всё-таки художник, а не писатель. И тут я уже себе доверяю, ну, в плане рисования. Тем более, это был не первый опыт создания иллюстрации. Первый опыт создания иллюстрации для своей же книги, конечно, это было волнительно. Но для других писателей я уже делала иллюстрации. Бутинанка, это что такое? Ой, Бутинанка... Это от Бука? Это от Бука. И можно сказать, что и бумага здесь слова, конечно, задействована. Ну, в первую очередь, это от слова «вытинанка» от нашего традиционного вида декоративно-прикладного искусства. Ему я научилась у червонца Виктории Никитишны. Она, к сожалению, уже умерла, но она считается одной из таких, знаете, метров, которые возрождали это традиционное искусство в Беларуси, потому что это исконно наше. Потому что в начале 19 века она очень распространилась в наших краях и находит до сих пор... К сожалению, мало сохранилось экспонатов, но, сами понимаете, это бумага. Это бумага, да. Её вырезали большие... Но это такая красота, это доступно. Да, эти ажурные узоры вырезаны из бумаги, а, как правило, из белой, при помощи которой её вешали на окна вместо штор, клали вместо скотертей на столы. То есть это были просто бумажные, потому что у людей не хватало же денег на ткани, у всех были такие средства. И поэтому все женщины, в принципе, мастерицы, они учились друг у друга. И вот это, получается, это народное искусство, которое передавалось из поколения в поколение. И вот оно пришло и ко мне, и я считаю, это не случайно, потому что я очень вообще ценю то, что мне дали вот там в колледже искусств, потому что там нас учили не только же правильно вырезать, это не главное. Нас учили почувствовать вот этот генетический код, вот эту силу, которую даёт именно белорусская земля. Мы изучали наши, очень подробно изучали наши традиции, нашу символику, наш орнамент, и всё это мы вырезали. А потом моя бутинанка, уже когда я заканчивала колледж, трансформировалась в бутинанку. Почему? Потому что уже когда... Ну, есть такой авторский стиль, да? Потому что когда преподаватель мою увидела, он сказал, у тебя уже не вытянанка, потому что тут нет симметрии. Я вырезала все асимметричные композиции, то есть у меня не было вот этого сложения бумаги. То есть я просто беру лист бумаги, на обратной стороне рисую карандашом и вырезаю. То есть там нету такого сложения. Ну, как обычные цельники, там можно сложить несколько раз. У меня не сложат. То есть это большая такая простыня лежит, потому что большой формат. Спасибо, что я видела. И те люди, кто будет... Сегодняшний наш эфир, можно будет посмотреть в YouTube. И там можно будет увидеть какие-то ваши работы. И для меня это просто фантастично. Спасибо большое. Потому что мне кажется, что каждый человек, у него есть какие-то свои авторы, которые откликаются там в душе. Вот правда. Не потому что вы мой герой сегодняшней моей программы, а потому что вот действительно откликаются внутренние струнки души на ваше творчество. Это настолько где-то глубоко, это настолько фантастично и настолько вот где можно... Вроде ты реально видишь то, что изображено, но в своей фантазии, в своём мире. Это, мне кажется, дорогого стоит. Спасибо. И я что заметила, для меня тоже очень важно посмотреть в глаза человеку. Правда, я сразу могу оценить, можно ли доверять человеку, можно ли... Как с ним вести беседу. Ведь у нас и журналистов, и моя коллега, очень много людей перед нами проходит. Они абсолютно разные, каждый имеет право на это таким быть, разным. И у каждого разная семья, и у каждого разная история, но посмотришь в глаза и понимаешь, кто на данный момент перед тобой. Да, это так, глаза очень много выражают. И вот у вас очень много задействовано везде глаз. Глаз, вот именно такая центральная фигура, и в бутинанках, и в ваших иллюстрациях. И я посмотрела ваши глаза, вот тоже такие открытые, распахнутые, поглощающие. А почему глаз? Потому что, как вы правильно сказали, да, глаза — это зеркало души. Часто, да, вы правы, когда я в журналистской моя практика была такая очень насыщенная, и когда я смотрела в глаза человеку, вот когда делаешь опрос, особенно на улице, я на телевидении работала, то ты сразу видишь, что человек готов идти с тобой на контакт или нет. Вы можете закрыть, ну вот, получается, рот, нос, и улыбаться, вот ты проводила такой с детьми эксперимент. И по глазам видно, человек улыбается, либо он грустит. Я уже молчу о том, что когда человек спит, это понятно видно по глазам, либо когда он плачет, это видно тоже эмоции. То есть глаз, он настолько красив, вот глаза человека, потому что, во-первых, у них очень большая палитра, цветовая даже, если брать вот как художнику. Вот они могут быть осветло-голубых, до тёмно-карих, почти чёрных. И вплоть до того, что у них, если присмотреться вообще в глаз, ну так вот, очень близко. Как помните, толстого было в воскресенье, как мокрая вишня, мокрая смородина. Да, да, да. Могут быть и такие, и чайного цвета глаза могут быть, и цвета дождя. Ну то есть, тут сравнение, сколько можно. А когда смотреть вообще глубоко в глаза, то можно увидеть, в принципе, мир, внутренний мир человека. И уже этот вот первый зрительный контакт, он настолько важен при знакомстве, при моменте, когда тебе твоя невеста либо жених говорит на свадьбе «да». Первый взгляд матери в глаза своему ребёнку. Мне кажется, это моменты, вот эти глаза в глаза, влюблённые пары, да, они почему они так часто смотрят друг в другу именно в глаза. Тут очень важен зрительный контакт, потому что, когда мы смотрим в глаза друг к другу, мы видим, видим вот эти, как эмоции. Поэтому пигласу, наверное, основа его-то глаз. Я бы могла, конечно, изобразить ухо с крыльями, да, или там губы с крыльями. Тоже сюрреализм такой, конечно, стоит над этим подумать, но, наверное, всё-таки я сделала правильный выбор. Дети любят пигласа. У вас уже было несколько выставок, вот буквально на днях закончилась очередная, и это тоже ответственно, это тоже, ну, я не знаю, как автор, вот какие чувства вы переживаете, когда у вас вот сейчас проходит выставка, да? Сейчас две проходят выставки, вот закончился Артминск, это которая была на Козлова 3 в дворце искусств, ну, это большая выставка, там сборная, а три работы сейчас выставляются, у меня как раз-таки вот в Молодечном колледже, которым я рассказала, просто как раз сейчас колледж Агинского исполнил 60 лет, и попросили мои три работы, вот я три работы туда дала, еще одна выставка проходит в библиотеке Веросок детской, как раз тоже в Молодечно, то есть это же мой родной город, я выросла там, я переехала сюда сравнительно недавно, может, лет 10 назад, и вы каждый раз открытие выставки для художника, это огромное событие, потому что, вот не буду говорить о выставке Трусборной, они немного попроще, но когда речь идет о персональной выставке, то это событие можно сравнить, наверное, ну не знаю, там с огромным каким-то праздником именно семейным, ну свадьбы, там не знаю, когда, а когда у меня открывалась первая выставка, это был 2011 год, то я испытывала такие эмоции по тому, что как рождается ребенок, потому что, ну настолько волновалась, как воспримет публика, вот впервые, когда открывала выставку в Минске, и преддверии, и этому еще ведь идет огромная работа, потому что персональная выставка это минимум 30 работ, которые ты должен показать, и которых должен как-то и рассказать, ведь не просто вот повесил работу, вот смотрите, тем более я не такой человек, если ко мне подходят, спрашивают, а что вот здесь, я пытаюсь как-то там, не то чтобы объяснить смысл, потому что это бессмысленно искать смысл самому художнику в его картинах, потому что автор, он когда рисует картину, пишет, откроем секрет, тут очень важно играет место, течение обстоятельств, что в этот момент он переживал, где находился, тут играет роль, в каком настроении не был, болел, не болел, даже что поел, ну то есть тут очень много, в течение какого времени делал, какие эмоции при этом испытывал, и плюс еще его символы, которые он вкладывает, тут столько фактов в одной картине, и вы знаете, быть художником, как писателем, музыкантом, я считаю, это большая смелость, чтобы показать свой внутренний мир публики, потому что получается, ты выставляешь на всеобщее обозрение свой внутренний мир, не каждый решится на это, это своеобразная исповедь, но это исповедь, исповедь, когда ты рассказываешь все освященнику, а тут исповедь для всех, конечно, через эти символы и эти образы не каждый может понять, что ты в этой высповеди рассказываешь, но умные люди, которые интересующиеся, они, как правило, очень многое понимают, глядя на эти картины, поэтому вот творческие люди, они очень смелые, и поэтому выставка для меня, это прежде всего большая ответственность перед зрителем, это огромная подготовка, это труд, но потом, если находят отклик, как вы мне сегодня сказали, любой положительный отклик, для художника, это стимул работать дальше. Надежда, вот семья очень важна, мне кажется, вот мы начали с вами рассказывать про семью вашу, и у вас уже своя семья есть, это ваши традиции, продолжение ваших традиций, вашей той родительской семьи, но ведь это очень важно, когда семья поддерживает, когда семья рядышком, когда вот вы говорили, что старший сын, это первый такой, так скажем, цензор, да, тот, кто оценивает где-то ваше творчество уже, какие вот у вас на сегодняшний день традиции в вашей семье? у нас есть традиция весной запускать бумажные кораблики. Где? Где, ну вот, хоть где, обычно мы идём возле национальной библиотеки, мы там недалеко живём, но вот уже сложилась такая традиция, и вот вы, вот просто этой весной, этой весной было очень долго, не было тепла, и уже со мной спрашивали, даже старший говорил, а когда мы уже пойдём бумажные кораблики запускать? И что самое интересное, как раз Женя меня учил их складывать, да, вот мама, которая вырезает картины, она не умеет складывать бумажные кораблики, и вот он каждый год мне напоминает, как это делается, ну вот, и мы идём, запускаем эти кораблики, подписываем имена, и чей быстрее там и дальше уплывёт, там Женя, я, Надя, вот я советую всем, кстати, вот такими традициями семейными, чтобы милые были, ну пусть не запускать кораблики, пусть запускать самолётики в небо, они очень сближают, потому что вот даже младший сын обычно потом ещё очень долго вспоминает, но вот Ян, он говорит, просто даже просыпался, спрашивал, мама, как ты думаешь, а мой кораблик утонул? Я говорю, нет, не утонул, и, ну это из таких вот именно семейных, у нас есть традиции, конечно же, семейных много, они связаны и с религиозными праздниками, мы католики, это Пасха и Рождество, собираться большой семьёй, у нас есть традиции читать на ночь сказки, либо я читаю Яну, либо уже старший сын читает младшему, ну братику своему, у нас есть традиция обязательно вместе ужинать, потому что я не понимаю, как это, ну момент, когда можно всё обсудить вот за общим столом, ну это что касается семейных, вообще я не перестану благодарить своего мужа, потому что если бы не его поддержка, наверное, не пигласа, ничего бы вообще, ну не ничего, о, это было бы всё, может быть, в голове, возможно, это бы всё вылилось куда-то, но это было бы ещё не скоро, а так в очень многих моментах муж подменяет меня, ну как папа своих сыновей, то есть он заменяет ещё и меня чуть-чуть, мамой становится, то есть смотрит, смотрит за детьми. Он творческий человек? Он фотографирует очень здорово, очень красиво, он сам экономист, нет, он абсолютно, ну профессия не творческая, он экономит в нашей семье бюджет, но он очень здорово фотографирует, он такой художник-фотограф, все фотографии, что вы можете видеть у меня, там и в соцсетях, и какие-то страницы, вот я веду, все эти фотографии, это делает мой муж, все портреты, то есть он замечательный портретист, а ещё он очень здорово делает, Гена его зовут, Гена Бука, он моменты ловит, это как репортажная такая съёмка. А вот если вдруг что-то возникает, такая, ну не бывает же всё так гладко, безоблачно? Не бывает. Абсолютно, и никогда в жизни я не поверю, когда мне скажут, вот всё легко, всё просто. Значит, урёт. Да. А что делаете, чтобы преодолеть, вот кратко очень? Ой. Какие-то трудности? Кто-то молчит, кто-то там рассказывает. Да, Гена молчит. Гена молчит. Ну, наверное, тут, ну, вообще, мы 15 лет в браке, и за эти годы уже можно было как-то притереться, знаете, друг с другом. Говорят же, кризис там 3 года, там ещё не знаю, там сколько, 10, может, лет? 3-5. 3-5, да. Ну, вот мы это уже прошли всё. Я, кстати, не заметила вот этих вот кризисных. Тяжело, когда, как бы это ни звучало, может быть, но это так и есть, когда появляется ребёнок, потому что это что-то новое, и появляется больше обязанностей. Бывает, что родители не всегда морально вот готовы к такой дополнительной нагрузке, и тут надо просто правильно, возможно, распределить как-то обязанности. А вообще, любой успех взаимопонимания в семье, я считаю, это доверять друг другу и слушать друг друга. И это очень важно. Шанонная сябры, сегодня гостей нашей программы, семейной программы была письменница, мастачка, журналистка и просто отсюданейший человек Надя Бука. Я, Татьяна Гулейко, развитываюсь. Доброго усимого дня. Биражите себе и своих близких.